Во Второй мировой войне участвовало 62 государства из 73 существовавших на тот момент. Война шла на трех континентах. За годы Второй мировой войны погибло более 55 миллионов человек. Почти половина всех погибших – мирное население. Только в фашистских лагерях смерти майданок и освенцам было уничтожено более 5,5 миллионов. 3 сентября по всей России отметили День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны. Цветы к вечному огню на площади славы возложили председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, глава Самары Елена Лапушкина, член ветеранских и общественных организаций «Кадеты». Сегодня можно сказать не только праздник, то, что завершилась Великая Отечественная война, самая кровопролитная на нашем земном шаре, но завершилась эпоха, которая была связана с уничтожением фашизма. И фашизм был повержен, но он вновь проявился. И наши ребята, как достойные защитники Родины, выполняют свою высокую обязанность по защите Родины в специальной военной операции. Мы должны помнить о тех людях, которые вносят этот раздор, прежде всего, потому что мы должны противостоять этим людям и показать, что несмотря ни на какие трудности, ни на какие сложности, ни на какие жертвы, наш народ единый. Несмотря на национальность, различия языков и так далее, эти жертвы, они все наши. В наших сердцах останутся навсегда их имена, их лица. Это, конечно, незабываемо. После победы над фашистской Германией и желая обезопасить свои границы на Дальнем Востоке, а также идя навстречу союзникам, СССР принял на себя обязательство вступить в войну с Японией. Спустя 2-3 месяца после окончания войны с Германией. 9 августа 1945 года начались военные действия. На заключительном этапе Второй мировой войны в ходе проведения Маньчжурской стратегической, Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной операций группировка Вооруженных сил СССР на Дальнем Востоке разгромила войска японской Квантунской армии и освободила Северо-Восточный Китай, Северную Корею, Южный Сахалин и Курильские острова. Военно-экономический потенциал Японии оказался серьезно подорван. Страна капитулировала. 2 сентября 1945 года на борту линкор на Миссури представителями СССР и союзных государств был подписан акт о капитуляции Японии. Вторая мировая война закончилась. 3 сентября 1945 года на следующий день после капитуляции Японии указом Президиума Верховного Совета СССР был объявлен День Победы над Японией и окончание Второй мировой войны. Виктория Шары, Константин Головин. События. Константин Головин. Продолжение следует...